Временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил и Янтиковский район. Вопрос о постройке нового медицинского отделения в деревне Малыково назревал давно. В старом ФАПе не было ни отопления, ни горячей воды, а иногда и света. Теперь с этими проблемами покончено. В рамках реализации республиканской программы открылся новый медицинский пункт. Есть гинекологическое кресло, но и раньше было, но сейчас новые они все. Холодильник, столы, тумбы. Условия лучшие. Все есть. Для населения. И для меня. Помещение оборудовано всем необходимым. Смотровой и процедурный кабинет и просторный коридор для ожидания приема. Новый современный фельдшерско-акушерский пункт готов принять первых пациентов. Налажена связь и с приемным покоем Янтиковской больницы. Всего за учреждением закреплено около 360 человек. Часто ходим. Многие ходят. Мам с сахарным диабетом, тем более. Я часто хожу. Народ пожилой. За 80, где-то около 20 ходим. Мы довольны работой. И очень рады, что вот именно такое построили. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев высоко оценил работу медиков, работающих на селе. Фельдшер универсальный делал свое. Делал с честью и достоинством. И очень ответственно, значит. Все ходили к фельдшеру. Он и терапевт, он и хирург, он и гинеколог. Он все делал. Общеобразовательные учреждения района готовятся к новому учебному году. Основной объем работ выполнен. Провели реконструкцию спортивных залов, косметический ремонт кабинентов и помещений. Особое внимание уделили обеспечению и безопасности. Школьники продемонстрировали свои наработки и проекты. Во время своего визита Михаил Игнатьев ознакомился с продукцией местных сельхозпроизводителей и принял участие в праздновании Дня ветеринарного работника. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Расиль Мухаметов. Республика.